ПОЭЗИЯ Я люблю поэзию, и один из любимейших моих авторов – это Анна Ахматова и ее стихотворение «А ты думал, я тоже такая? А ты думал, я тоже такая, что можно забыть меня, и что брошусь моля и рыдая под копыта гнедого коня? Или буду просить у знахарок в наговорной воде корешок, и пришлю тебе странный подарок? Мой заветный душистый платок, будь же проклят, ни словом, ни взглядом окаянной души не коснусь, но явлюсь тебе ангельским садом, и чудотворной иконой клянусь, и ночей наших ангельским садом я к тебе никогда не вернусь. В то время люди сильно очень развивались благодаря чтению, литературе, стихотворениям, поэзии, ну так же театральным постановкам. Это же все идет через литературу. Ирина Самарина лабиринт. Я видел, как плачет мама. Сейчас мне всего лишь годик, и я заболел немного. По комнате мама ходит и просит о чем-то Бога. Я вижу, как плачет мама. Ее так легко обидеть. Я буду здоровым самым, чтоб слезы ее не видеть. Мне десять. Подрался в школе. Синя в дневнике не очень. Я маме съязвил фривольно, что я ведь пацан, не дочка. Я вижу, как плачет мама, волнуюсь опять за сыном. Я буду достойным самым. Я должен расти мужчиной. Арсений Тарковский. Родина. Русь моя, Россия, дом, земля и матерь. Ты для новобрачного свадебная скатер. Для младенца колыбель. Для юного хмель. Для скитальца посох. Пристани постель. Для пахаря поле. Для рыбаря море. Для друга надежда. Для недруга горе. Для кормщика парус. Для воина меч. Для книжника книга. Для пророка речь. Для молотобойца молот и сила. Для живых отцовский кров. Для мертвых могила. Для сердца сыновьего. Негасимый свет. Нет тебя прекрасней. И желанней нет. Я бы хотела поделиться своим личным мнением о поэзии. То есть, слыша слово поэзия, я вспоминаю Маяковского, Пушкина, Есенина, Ахматова и многих других. Поэзия в нашей жизни значит очень много. Ведь поскольку, читая поэзию, мы развиваемся и познаем нечто новое. Благодаря великим писателям, мы вспоминаем былые времена, можем переместиться в эти времена и даже потеряться в книгах, чтобы нам было легче. Я считаю, что поэзия это очень важно в нашем современном мире, где все занято новыми технологиями, телефонами, компьютерами. Ведь прочитать книгу, это не просто прочесть пару страниц, это окунуться в новый мир и познать себя в ней. Юлия Друнина «Званный обед». Над Россией шумели крыла похоронок, как теперь воробьиные крылья шумят. Нас в дивизии было шестнадцать девчонок, только четверо нас воротилось назад. Через тысячу лет, через тысячу бед, собрались ветераны на званный обед. Собрались мы у Галки в отдельной квартире. Галка, снайпер, все та же, веснушки, вихры. Мы, понятно, сварили картошку в мундире, а Таисия где-то стрельнула махры. Тася, Тасянька, младший сержант, повариха, раздобрела чуток, но все так же легка. А вообще приглядитесь, ведь поэзия на самом деле повсюду. Она безмолвно обитает в прекрасном пейзаже вечернего пляжа. Она в раскрывающейся свежести и красках раннего летнего утра. В ветре, что гонит угрюмая волна. Она в бликах снежинок, искрящихся на солнце. И в ребенке, бегущем за воздушным змеем. Мир рухнет без искусства, неотъемлемой частью которого, безусловно, является поэзия. И мы должны помнить об этом всегда. Мир рухнет без искусства